Добрый день, уважаемые 3D инвесторы. Сегодня 18 октября, среда. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, время всего 9.15, а ваш покорный, но, к сожалению, не всегда дальневидный слуга, уже приступил к работе над Форекс контентом. Почему, спросите меня вы, а потому что отвечу я вам. И давайте посмотрим список новостей, которые нас ожидают. Сегодня я прямо сейчас возьму, выберу самые важные для вас новости. И мы посмотрим. На сегодня у нас, друзья мои, трехбыковые товарищи, строительные разрешения, в 15.30 и в 17.00 нефтяночка. Все. В принципе, если мы поставим недельку, то по вчерашнему дню у нас вышли мощнейшие данные по баксу, но инструменты вообще на это не отреагировали. Реагировали, но недолго, и мы сегодня обсудим это на графике. Напоминаю еще, что все ждут высыпления Павла в четверг, а сегодня, друзья мои, только среда. И по большому счету, по большому счету, сегодня может подфлетить, поэтому будьте к этому готовы. Давайте приступим к анализу графиков. Поехали. Итак, начнем мы с котировочек золота. Золото, которые опять оттузимунились на перехае. Ну, в принципе, логично было. Двойную вершину оставили, сегодня ее переписали. Масса ликвидности внизу, ничего не снимают. Все играют, естественно, в страхе по ближневосточным историям. Прям просто такое вертикальное пике. Вертикальное пике. Но эти пике были не один раз. Напоминаю, напоминаю, что все страхи отрабатываются в золоте через рост всегда. Но то, что остаются площадки, я говорил об этом, что рано либо поздно это будет все снято. Поэтому, понятное дело, на таких хаях покупать, ну, такое себе. Но при наличии шортовых сигналов можно аккуратненько к ним присматриваться. Потому что потенциал на снижение, он невероятный. Ну, такой же, как и рост под 14 тысяч пунктов. Это не говорит о том, что нужно срочно шортить с непонятными рисками. Но при наличии разворотных паттернов в рамках вашей стратегии, это можно присматриваться. Возможно, будут какие-то промежуточные площадки, на которые можно будет опереться. Но цели в районе 18.04 были бы любопытные. В принципе, может Паул в четверг пошатать именно на укрепление. Почему бы и нет? Будем, как говорится, подождать. Что касается евро-доллара. Еврик вчера меня расстроил. Почему? Потому что я ждал движения вниз. И от шортового слома пытался продавать. Вот эта новость. Вышли сильные данные. И, по идее, от шортового слома мы должны пойти. Были. Но вот эти 15 я отдал. Но сегодня на Азии был великолепный тест лонгового слома. Который произошел после новостей. То есть, вышли новости. Они были сильными. Доллар укрепился. Евро-доллар, естественно, упал. И, по идее, вся эта структура должна была идти на понижение. Но во второй части американской сессии, можно сказать, после новостей, прошла мощная лонговая инициатива, которая сломила вот эту шортовую структуру. И азиаты очень четко, очень четко откорректировались именно в лонговый слом. Соответственно, кто не спал, либо ставил лимитник на 3 утра, 4, те могли здесь зацепиться в лонги. И уже скоро у них должен был take profit. Естественно, таких людей мало. Но я, в принципе, показываю, что даже если у вас отстопило, через какое-то время вы можете легко перевернуться и с опорой уже с шортового на лонговый слом. Ну, как минимум отбить там свои волосяль, как максимум заработать. Что касается текущей ситуации. Естественно, скорее всего, вчерашний экстремум по хаям будет пробит. Вся эта лонговая тенденция, она, конечно, очень вяленькая, но она потихонечку тянется. Тянется наверх. Напоминаю, что основным событием недели выступления Павлова завтра. Сегодня, я думаю, естественно, пробьют эти хаям, подфлетят. И может так получиться, что мы дойдем до шортового слома 12 октября. И здесь может пройти либо коррекция, либо разворот, что было бы более любопытно для меня. Его неплохо видно на пятнашках. И, ну, в принципе, в принципе, было бы здорово прокатиться вообще вот так. Вот так, да. То есть, здесь можно вытянуть очень неплохой потенциал по вот этим целям. То есть, здесь у нас нонфармы. Здесь минимум этого падения. Ну, в общем, масса-масса целей. Здесь площадочки такие были любопытные. То есть, лететь как бы есть куда. Но для того, чтобы нам куда-то лететь, нужна точка опоры. В данном случае это слом от 12 октября. У фунта та же самая абсолютная история. Он абсолютно так же, как и Еврик, расторговался на новостях вниз. Потом на Америке дал ванговую инициативу. Естественно, пробил вот этот свой шортовый слом, который, по идее, должен был идти вниз. То есть, у нас пробой, откат на Азии, тест плотности. Кому-то плотности, кому-то слома. И впереди у нас, собственно, экстремума двух дней. Я говорил об этом вчера. Ну, вот. Зацепиться в это не удалось. Но, в принципе, видно там и на часе всю эту конструкцию. То есть, у нас вершина одного дня, вершина другого дня. Лонговая инициатива по пятнице. По среде. Вчера откат. И третья волна, она еще не завершилась. Она должна пройти на пробой вот этих, получается, день. Два, три. То есть, впереди у нас стопы трех дней. Раз, два, три. Трех дней. И сейчас идет четвертый. Всех, кто шортит сейчас, топятся по фунту за 22 непонятно что. И вот эта котировка будет, по идее, должна быть пробита с большой вероятностью. Значит, что здесь может произойти еще? Если дадут откатики, откатики, ну, снова в лонговый слом, но предыдущего, предыдущего, вот этого откатика, то можно подкупиться в рамках уже вот этой лонговой тенденции. Вот лонговая тенденция, вот он импульс, вот откат на слом, вот новый импульс. Если дадут откат на слом, то со стопом за уже предыдущий можно бить вот в эту площадку. Куда можно дойти? Абсолютно так, та же самая идея, что и по евро. Ноздрям, ноздрю они идут. Это уровень вот слома, опять же, 12 октября, который я показывал по евро-доллару. Доллар и иена. Доллар и иена давал. Вчера тоже идейку подшортить от вот этого импульса. Вот, не пошли. Но здесь очень маленький стоп, до 10 пунктов. Но могли пойти. Давали тут какую-то инициативку. Опять набили площадочку. Однозначно, Банк Японии здесь что-то предпринимает. Но не пускает прям за вот этот уровень. Конечно, прикольно все это смотреть. Но, к сожалению, зайти пока не дают возможности. Поэтому пока наблюдаем. Падать есть, конечно, куда. Но то, что набили вот здесь площадку, это не очень хорошо. Я думаю, ее вынесут и уже вот под 150 посмотрим, какие лимитники стоят у Банка Японии на этом уровне. Так, австралийский доллар подрастает, подрастает, подрастает. И, конечно, эта вся тягомотина с австралийцем меня умиляет. Просто на самом деле заработать на австралийском долларе гораздо проще сетками, нежели на сторонней торговле. Даже к доллару этот инструмент флетит так, что, мне кажется, прощает любые ошибки. Но односторонняя торговля в нем, конечно, какой-то кошмар. Все оставляет и сверху площадка оставляет, и снизу, и вот эта пила, и вот пилообразное движение. Представляете, сколько можно было здесь сеток раскидать, которые бы закрывались там. Каждые несколько дней закрывалась сетка в плюс. Прикольный инструмент, но пока идей по нему нет. Доллар-канадец. Доллар-канадец у нас тоже зафлетил. Зафлетил. Кто-то говорит здесь флаги, кто-то еще что-то говорит. Но видно, что ослабление американского доллара здесь уже просматривается. Во-первых, у нас вчера, вчерашний день закрылся ложным пробоем вот этого экстремума. Видите, тут пробойчик. И теперь, я думаю, уже вот эта трехволновая структура должна расторговаться на пробой минимума текущей недели. Соответственно, оно это коррелирует с идеей по укреплению евро-доллара, фунт-доллара. По идее, все должно пройти именно так. Так, начиная с доллар-франка, нас интересуют кроссовые инструменты. Доллар-франк снижается и набор всех кроссовых инструментов мы осуществляем исключительно в рамках сеточного метода торговли. Ждем, когда инструмент перепишет какие-то годовые, либо квартальные, полугодовые экстреммы для того, чтобы брать его сетками с шагом, крупными шагами от 500 до 1000 пунктов. Доллар-франк нас интересует ниже минимума текущего года. Будем ждать, когда перепишет. Пока этого нет, ждем хороших цен. Очень близок к набору сетки лимитных покупок канадец франк ниже минимума текущего года. Ждем его. Канадец иена только выше вершины текущего года. Сетка лимитных продаж шаг здесь не менее 1000. Франк иена переписывает прямо сейчас вершину текущего года. И если протащит где-то на 1000, можно снова набирать его в шарты с шагом не менее 1000 пунктов. Инструмент залетный. Аудикат будем набирать ниже минимума текущего года. Все кроссы вблизи своих экстремумов. Но не наваливайте против иены. Знаете, какая у него будет волатильность. Новозеландец франк тоже давит на лоя года. Ждем, когда снова будем его набирать. Как это было уже много раз. Шаг не менее 500. Инструмент короткоходный. Австралийц-новозеландец, на мой взгляд, самый эффективный кроссовый инструмент по сеткам. Пока его не трогаем. Пока не выйдет за вершины диапазона. Показано у меня на графике. Жижа снова дала мощный лонговый импульс. Собственно, первая, вторая, третья, четвертая. Идет пятая волна. Обратите внимание, коррекция пошла именно от шартового слома. Вот в этой зоне. Видите, у кого стояли лимитки, те уже могли на этом подзаработать. Газик пока не растет. Ждем зеркального уровня. Биткоин. Биткоин. Все, что сейчас делает биткоин, на мой взгляд, просто заманивает покупателей в ловушку. Которая должна расторговаться по стопам покупателей 24700. Как это сделать? В данном случае, после этого выноса, конечно же, погрузиться в мелкие таймы. Вот, к примеру, даже пятнашки. И пробовать, пробовать, подшарчивать через какие-то сломы, через тесты. Потому что потенциал падения гигантский. Стопов полно. И, собственно, работа с короткими рисками, гигантскими профитами, можно, конечно же, себя здесь оправдать в полной мере. Доллар продолжает бычить доллар-рублю. Но, напоминаю, что 100 выше сотки. Это уровень уже доверия к Центробанку, который он будет защищать, на мой сугубо некомпетентный взгляд. Так, что касается больших кроссов. Еврокат только ниже минимума текущего года в ланге. Еврофранк валит. И это очень хорошо, потому что ниже 2022 года, до которого осталось уже рукой подать. Будем раскидывать сетку лимитных покупок. Евро-Ауди пока не достиг зон наших интересов. И, в принципе, все. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Один комментарий, который не видно. В принципе, хорошо. Не будем на этом долго задерживаться. Напоминаю, что на этой неделе у меня вышел мастер-класс, который называется Profit Factor. И сигнальная аналитика в трейдинге. Очень интересная информация. Мало просмотров, друзья мои. Давайте подожмем. Я здесь много чего рассказывал интересного и правильного. И, судя по комментариям, людям зашло. Но мало посмотрели. Я здесь не торговал, как делал. Много десятков раз до того, как записал этот мастер-класс. Но здесь много полезной информации, которую вы можете послушать, как минимум, в режиме аудиокниги. 92-й мастер-класс. Рекомендую посмотреть, поставить лайк и написать 1-2 комментария. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Forex. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok